Лето 1876 года Из русского пограничного города Зайсан В монгольский город Кобдо Идет экспедиция Русского географического общества Глава экспедиции Григорий Потанин Впереди неизведанные земли Северо-западной Монголии На пути экспедиции Монастырь Шарасуме Резиденция воинственного ламы Цаганга Кэна В переговоры монахи Вступать отказались Они останавливают путников А Потанина Не пожелавшего применять Против монахов оружие Стаскивают с коня И сбивают Обстановка накаляется С каждой минутой Главу экспедиции Винят в светотатстве И прячут в монастырский подвал Но путешественник спокоен Буддисты не станут его убивать А все остальное Не так уж и важно И не такое он пережил Субтитры создавал DimaTorzok На свет будущий путешественник появился в январе 1835 года В поселении сибирского казачьего войска Станицы Ямышевской Таких поселений в Сибири немало Казаки осваивали этот край И закрепляли его за Россией Многие города возникли в местах образования казачьих кордонов Казачьих застах Когда высаживались 30, 50, 100 человек казаков Строили крепость Заставу эту строили Отец Григория Харунжий За столкновение с начальством попадает в тюрьму Рано умирает мать Сироту отправляют в Омск Первый сибирский кадетский корпус Это ведущее военное учебное заведение Сибири Здесь работают прекрасные педагоги Имеется большая библиотека 11-летний Гриша читает знаменитого Робинзона Крузо И увлекается географией, путешествиями, дальними странами Его увлечение разделяет однокашник Чокан Валиханов Сын казахского бая Будущий знаменитый ученый и путешественник У подростков общие интересы и общие мечты География, история, культура Работают вместе Валиханов рассказывает и рисует А Потанин записывает Так на свет появляются первые очерки О традициях и культуре казахского народа Мало кому удается принести детскую дружбу Через всю жизнь И воплотить все свои мечты Но у Валиханова и Потанина Это получилось Учеба закончена Впереди служба в казачьем полку Семипалатинска Через год Алтай И еще через год Омск Штаб казачьего войска Но Григорий увлечен не военной службой А путешествиями Открытиями Наукой Еще будучи казачьим офицером Он уже совершал ряд экспедиций Небольшие экспедиции были исследованы По Центральной Азии По Алтаю То есть это уже тогда И вот любопытство Оно проявлялось в этом Встреча с Семеновым-Тяньжанским Меняет все Будущий председатель Географического общества После очередной экспедиции Останавливается в Омске Знания Потанина поражают Известного географа И он убеждает Григория Оставить службу 24-летний сотник Сибирского казачьего войска Выходит в отставку Другая жизнь впереди Окрыленной поддержкой ученого Потанин поступает на физмат Петербургского университета Студенты-сибиряки Живут в одной квартире Читают революционные книги И создают Общество независимости Сибири Как они говорили Из Сибири шла в центр Соболейная валюта А обратно только Лишь кандальные походы И жизненный уровень сибиряков Был ниже, чем Европейской части России И поэтому его забота была Как сибиряков поднять До уровня Европейской части России В своем развитии Прежде всего в социально-экономическом Время исключительное Революционные настроения Витают повсюду На третьем курсе Потанин принимает участие В студенческих забастовках И на три месяца Отправляется В Петропавловскую крепость Университет закрыт Учеба не закончена Денег нет Однако Григорий Член географического общества И Семенов-Тяньшанский Предлагает молодому коллеге помощь Участие в экспедиции Астронома Струве Маршрут Пограничная с Китаем Плохо изученная местность Между Алтаем И Джунгарским Алатау Весной 1863 года Экспедиция прибывает В русскую колонию Кагбекты Расположенную у южного Подножья Калбинского хребта Идут по речке Кагбекты К озеру Зайсан-Нор Затем от устья речки Вдоль берега озера К выходу Иртыша Григорий изучает Обычаи местных народов Казахов, киргизов Горцев Южного Алтая Его интересуют Местные растения И животные Он делает зарисовки Собирает гербарий Записывает пословицы Песни Сказки Исследует рыболовство И его отчет Помогает местным казакам Наладить свой промысел рыбы Караван поднимается выше На хребет Тар-Богатай В верховье реки Иртыш Проводят необходимые исследования Затем спускаются вниз Через бассейн реки Кальджир В предгорье К реке Калгутты 13 июня прибывают К озеру Зайсан-Нор Затем Кагбекты В этом городе Путешествие завершается Потанин сдает свой отчет Едет в Сибирь Его ждет должность Губернского секретаря По крестьянским и народческим делам В городе Томске И товарищи по Обществу независимости Сибири В Томске Как только он появился Он сразу выделился У него не было законченного образования Но он преподает сразу И в мужской, и в женской гимназии Статьи пишет в томских ведомостях Губернских ведомостях Томск Богатейший город Сибири Основанный как небольшая деревянная крепость Он вскоре стал центром Откуда направлялись отряды казаков Для контроля немирных землиц От Алтайских гор и верховьев Енисея До Забайкальских степей Томск быстро становится крупным торговым центром Богатые купцы-золотопромышленники Отстраивают город Томск – город свободолюбивый Это один из политических центров Сибири И сама Сибирь – место особенное В Сибири никогда не было помещиков То есть здесь крепостного крестьянина не было И этим было привлекательно Во-первых, для вольных людей А во-вторых, не лодыри Те, кто умел работать Кто имел в руках какую-то специальность Они жили в дальнейшем без бедности В Сибири много политических заключенных Жива память о декабристах Живы и их идеи В Томске, Омске, Красноярске и Иркутске Складывается круг единомышленников В газетах публикуются смелые статьи Читаются вольнолюбивые лекции Властям все это не по нраву Появляется дело об отделении Сибири Потанин не хотел отделения Сибири Он хотел, чтобы Сибири было предоставлено больше прав Больше прав распоряжаться своими ресурсами И человеческими, и природными И в этом была его идея То есть его задача была Максимально способствовать развитию и процветанию Сибири Но в рамках России Но власти думают иначе 44 человека свозят в Омский острог Привлечен к суду и Потанин Чтобы выгородить товарища Он берет всю вину на себя И получает 15 лет каторжных работ Григорий Николаевич был ярчайший Сибиряк И он был предельно честен Предельно открыт И он никогда не перекладывал вину ни на кого И когда, скажем, даже ошибка распределялась между двумя Он всегда говорил Да, я виноват Поэтому если победа, то общая А если вина, то он брал на себя Но император Александр II смягчает приговор Не 15, а только 5 лет каторги С последующей пожизненной ссылкой После трехлетнего содержания в Омском остроге Потанина по этапу направляют в Финляндию На Свиабргскую катерину Арестанты работают на стройке Григорий Николаевич бьет щебенку Запрягается в таратайку вместо лошади Затем ссылка в Тотьму А чуть позже в Никольск Но и здесь география не оставлена Даже будучи на поселении Он продолжал вести исследования Русского Севера Ужил там на Вологодчине Вот эта вот его исследовательская пытливость ума Она, несмотря на какие условия попадал Он сюда все равно резонировала Григорий отправляет свои работы В Русское географическое общество И получает 100 рублей Научную литературу и измерительные приборы Для ссыльного это признание И настоящая победа А за его плечами 5 лет каторжных работ 4 года ссылки Неужели так пройдет вся жизнь? Но за него хлопочет русское географическое общество Наверх идет ходатайство о помиловании Оно удовлетворено Это было как раз время правления Александра Второго Человек тоже с уникальными такими, скажем, воззрениями То есть реформатор И поэтому он был готов сопротивляться Внимать смелые идеи Стала поступать информация к императору Уже от научной общественности И вот это подвигло его помиловать Григорий едет в Петербург Он уже не один Александра Дочь Нижегородского священника Ей едва исполнилось 18, как умер отец Чтобы сохранить отцов приход Александре Нужен муж, священник Но девушка выбирает другую судьбу Поступает воспитательницей в Новгородское женское училище Здесь можно всерьез заняться литературой, наукой, живописью Встреча Александры Лаврской с Григорием Потанином Произошла во многом случайно Ее брат Константин Лаврский Был известным демократическим публицистом того времени Из-за своей идеи он был сослан в Вологодскую губернию В город Никольск И там же отбывал свою ссылку Григорий Потанин Ей 30, ему 37 Она образованна, умна, прекрасно рисует Он, сильная натура, привержен науке И верит, что она должна служить всему обществу А не только лишь избранным людям Эти идеи Александре близки Через год переписки она едет в Никольск Григорий делает ей предложение И она его любит А для Потанина Александра стала путеводной звездой Освещающей его труд путешественника Подвижника и ученого Естественно, это был очень неординарный выбор По тем временам стать женщиной-путешественницей Но это был ее осознанный выбор Монголия их первое совместное путешествие Ему, бывшему каторжнику, русское географическое общество Доверило важную экспедицию И он обязан это доверие оправдать Путешествие только началось Но уже открыто и нанесены на карту хребты Батар Хайрхан и Сутай Ула Впереди Джунгарская Гоби Но арест в монастыре может изменить весь маршрут и сорвать экспедицию Лама Цаган Геген не преклонен Он велит путникам идти другой дорогой, где за ними можно будет следить Иначе путешественникам не вернут оружие Но предложенный маршрут лежит в стороне от тех мест, ради которых и затевалась вся экспедиция Не прощаясь поздней ночью, отряд покидает неприветливый монастырь, оставив монахам свое оружие Джунгарская Гоби это совсем не пустыня А степь с параллельными монгольскому Алтаю грядами, обособленными от Тяньшаня, констатирует Патанин Путешественники наносят на карту два параллельных хребта Мечин-Ола и Карлыктак, восточные отроги Тяньшаня Патанин делает вывод, горные системы Алтая и Тяньшаня независимы друг от друга И это очень важное открытие Разрубил Алтай и Тяньшань, говорят современники Его жена все время рядом Ни высокогорные перевалы Алтая, ни жаркая пустыня Гоби Ни речные переправы, ни переезда на верблюдах и лошадях Ни ночевки в холодных палатках, ничто не смущает эту хрупкую женщину А вечером, после тяжелых переходов, Александра помогает мужу укладывать коллекции И ведет путевой дневник Григорий Патанин в экспедициях больше занимался наблюдениями, наукой А такая хозяйственная вся часть ложилась именно на плечи Александра Викторовна По заключению различных сделок, по обеспечению экспедиции провиантом Вернувшись в Петербург, Григорий Николаевич работает над собранными материалами И готовится к новому походу Помимо обширных геологических, зоологических, ботанических коллекций Этнографических материалов и маршрутной съемки Экспедиция привезла сведения о дорогах Монголии и о торговле в ее городах Патанин пишет Ученые бегают за моими коллекциями А Академия наук с энтомологическим обществом уже посоперничали Весной 1879 года русское географическое общество вторично направляет Патанина в Монголию И в малоизученный Уренхайский край Путешественники вышли из Бийска по направлению села Кошагач А затем через пограничный хребец Элюгем направились к озеру Убса Дорога пересекает северную часть Кабдинского плоскогория Проходит через котловину озера Читнор Затем переваливает через хребет Байрим Путь лежит в глубокую котловину озера Урюкнор И обогнув его с юга экспедиция поднимается на хребет Цаган-Шиботу А оттуда выходит в город Улангом Это владение дюрбютов Западно-монгольского племени, кочевавшего в обширном бассейне озера Убса Дюрбюты-скотоводы По языку, облику, быту они отличаются от восточных монголов-холхазцев Из Улангома экспедиция направляется в город Кобдо И по пути наносит на карту еще не изученные горы в верховьях реки Харкира Ученый описывает характер гор, альпийскую флору, Харкиринский ледник и его марены Путь экспедиции лежит на восток, к озеру Киргизнур Здесь находится целая группа озер, якобы отделенных друг от друга Все озера – единая система, констатирует Потанин Озеро Харауснур стекает в озеро Харанур через реку Чонхарих А озеро Харанур в реку Дзапхын, впадающую в озеро Айракнур В свою очередь из него воды стекают в озеро Киргизнур, не имеющее стока Впереди старейший монгольский город Кобдо Здесь останавливаются монгольские и киргизские караваны Кипит торговая жизнь Немного передохнув в Кобдо, экспедиция направляется назад в Улан-Гом Затем в страну урянхайцев Туву Урянхайский край занимает бассейн верхнего течения Енисея Между хребтом Танну-Ола на юге и цепями Саянов на севере Саяна отделяют Туву от Сибири, а хребет Танну-Ола от Монголии Восточная половина края почти вся лесистая, западная, степная Кочевники восточной половине разводят северных оленей И проживают в чумах, шатрах из жердей, покрытых корой деревьев и шкурами оленей Урянхайцы западные, половины разводят лошадей, рогатый скот, верблюдов, баранов А их жилища – юрты Урянхайцы значительно отличаются от своих соседей Пишет в дневнике Александра Потанина Она сказала, что сразу мы увидели кавалькаду молодых людей И они резко отличались от монголов У них были более симпатичные лица, очень много красивых людей В начале сентября экспедиция выходит из Улан-Гома Обходит озеро Упсанур Поднимается на перевал через хребет Танну-Ола Хребет кажется неприступной стеной С вершинами белеющими от снега и туманов Подъем преодолен легко, но спуск невероятно труден Скользкая тропинка вьется по краю обрыва Приходится спешиться Лошадей и верблюдов ведут колузцы А вьюки несут на руках Животные срываются в пропасть Спустившись в долину реки Арамрык Путешественники идут по ущелью, поросшему кедром, лиственницей и елью Затем долина реки Улухен Это главное верховье Енисея Тринадцать отдельных пиков Населенных по поверью тринадцатью горными духами Охраняют долину Это священные места Здесь живут шаманы и шаманки Вера в духов земли, воды, гор и лесов Древнейшая вера тувинцев А шаман – проводник из мира людей в мир духов Субтитры создавал DimaTorzok Шаман – один из важнейших людей в поселении Но кто угодно им стать не может Обычно шаманами становятся порождения Но вместе с этим существует и специальный обряд посвящения Обычного человека в шаманы Если он чувствует, что предназначен для этого Экспедиция присутствует при обряде Камлания Путешествие в мир духов Уренхайцы считают, что во время Камлания Ум шамана засыпает И он становится проводником в другие миры Причины для Камлания могут быть разными Например, если потерялся человек Или ушло стадо куда-то В первую очередь, конечно, обращались к шаману Ну и даже как похоронить и где похоронить Тоже тогда во все времена говорил шаман Шаман должен найти и изгнать духа болезни Если человек заболел Что такое болезнь человека По представлению предков современных тувинцев Это злой дух вселяется в человека Шаман поддерживает соплеменников во всем И самое главное, он помогает человеку ориентироваться В этом непредсказуемом мире Найти в нем свое место Хуре монастыри, они были в больших центрах населенных Не в каждом аале, состоящем из 5-6 юрт А шаманы были здесь рядом, близко И, конечно, они играли очень большую роль Путешествие продолжается Экспедиция идет по долине реки Улухем И через 5 дней видит заимки русских купцов Здесь можно отдохнуть, помыться, поесть русской еды Обработать собранные материалы Реки Бихем и Хакем Это правое и левое верховья Енисея После того, как в 1914 году Царское правительство объявит о протекторате России над Тувой На месте их слияния заложат небольшой поселок Который русские назовут Белоцарск А урянхайцы Хембелдир Слияние рек Сейчас это столица республики Тува Город Кызыл И здесь, на берегу Енисея Находится наиважнейшая географическая точка Центр всей Азии Но пока эти места никем не изучены Точных карт тоже нет Потанин изучает местность Вносит правки в старые карты Собирает местные сказания, легенды Они дали очень подробные и детальные материальные доказательства Существования определенной своеобразной культуры урянхайцев того времени Исследователи Относились к урянхайцам очень бережно И сумели собрать богатейший материал Если бы не было исследований членов русского географического общества Наверное, многие материалы были бы утрачены навсегда И история урянхайской земли была бы далеко не полной Его ученик Адрианов интересуется старыми курганами Которые разбросаны по всей территории края Особенный интерес вызывает местность Которую урянхайцы называют Долина Царей Здесь сосредоточено большое количество крупных курганов Могилы скифских вождей Адрианов первый описал знаменитый ныне курган Аджан-1 И много позже именно в нем археологи обнаружили ценнейшую коллекцию Аналогов которой в мире нет Золото скифов Собран большой гербарий Коллекции горных пород Составлены карты, взяты пробы воды Сделаны этнографические исследования Он очень четко, действительно как ученый Раскладывал области, которые он изучал И как этнограф, и как географ То есть он повлиял на развитие науки в Туве Безусловно Потому что последующие путешественники Они, конечно, отчитали его работу И уже как бы шли по его следам Здешний князь оказывает теплый прием Присылает знатока местных сказок Дает проводника и предупреждает Что выбранный путешественниками путь Тяжел и опасен Это действительно так Путешественники движутся вдоль реки Хакем Но дороги здесь нет Идти невозможно Переправы сложны Продолжение следует... Экспедиция сворачивает в предгорье этанола И месяц идет по сплошной тайге Конец октября Падает снег Реки покрываются льдом Местность безлюдна Жилья нигде нет Экспедиция движется на юг В верховье реки Балыкты Зима, глубокий снег, метели и морозы По плоским безлюдным горам Караван спускается к уже замерзшим рекам Агар И Тельгер-Мурин Это страна одного из самых уважаемых народов Монголии Дархатов Местность здесь суровая Во время зимы столбик термометра Падает до минус 54 градусов Цельсия Экспедиция идет вверх по бассейну реки Бельтыс Преодолевает хребет Улан-Тайга И останавливается в местном монастыре У западного подножия хребта Баен-Ола Потанин наносит на карту очертания главного хребта Его северных отрогов И уточняет расположение верховьев Енисея В 1880 году экспедиция возвращается в Иркутск Через год русское географическое общество Издает труд Потанина Очерки северо-западной Монголии Результаты путешествия Исполненного в 1876-1877 годах С картой похода от Зайсана до озера Упса В своем четвертомнике Очерки северо-западной Монголии Потанин привел очень подробные материалы Связанные с урянхайцами И с урянхайским краем Но Григорий Николаевич не знает покоя Он стремится в Тибет Не изученный его восточной окраиной И через три года его мечта сбывается 1883 год Заинтересованный экспедицией император Дает путешественникам военный фрегат Минин И на нем экспедиция отправляется в плавание Вокруг Европы через Суэцкий канал В апреле корабль высадил путешественников В городе Чифу Откуда они на пароходе прибыли в Тяньцзин Через Пекин, северные провинции Китая И плато Ордос Путники через год дошли до Тибета Целый год Потанин изучает его восточные окраины Тибет На высоте нехватка кислорода Нет возможности добыть пищу Нет возможности добыть топливо Для того, чтобы развести огонь То есть все в архи сложных условиях И в этих условиях нужно двигаться Нужно проводить исследования Нужно получать результаты Нужно формировать коллекции Экспедиция идет без охраны И путешественников встречают тепло Даже племена, которые считаются отпетыми разбойниками К Григорию Николаевичу относятся дружески Во всем помогая экспедиции Очень часто иностранцев встречали с опаской Потому что очень много других экспедиций были военизированными Но поскольку местные видели, что среди них есть женщина Они сразу понимали, что это экспедиция мирная Что и можно доверять Много времени Потанины проводят в селениях, стойбищах Буддийских монастырях и китайских городах Александра наблюдают нравы простых семей Бывает в гостях у жен монгольских князей Ее пускали туда, куда не пускали мужчин И постепенно она начинала очень интересоваться Семейной жизнью туземных народов Особо положением женщины Вышло несколько ее статей на эту тему И именно это позволило ей внести свой серьезный вклад в науку Экспедиция завершается в октябре 1886 года в Кяхте Пройдено более 5700 километров Изготовлены карты, собраны уникальные научные материалы За этот труд императорское русское географическое общество Награждает Потанина своей высшей наградой Золотой Константиновской медалью И вот после вот этих экспедиций он становится уже всемирно известным ученым Путешественником, географом Потому что он был первым европейцем Который впервые увидел и описал Профессионально описал Северную, Восточную и Центральную Монголию Восточные отроги Тибета Это уникальное просто исследование Отмечена и Александра Потанина Ее избирают члены русского географического общества И награждают серебряной медалью Александра Викторовна стала одной из первых русских женщин-путешественниц Одной из первых женщин, принятых в географическое общество Первой женщиной, получившей медаль географического общества За свои научные труды В этом же году Потанины едут в Иркутск Григория Николаевича назначают Главой Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества Находясь на этой должности три года И получая совсем небольшие деньги Потанин привлекает к делу местных предпринимателей И организует масштабную работу по изучению Сибири Исследует ее географию, историю В невероятно тяжелых полевых условиях Собирает этнографический материал Глава Восточно-Сибирского отдела Сибирь же находится между трех цивилизаций Европейско-Азиатско-Американской То есть это географический мост Между различными культурами И вот почему у него этнография был любимый конек Он чувствовал вот это место Соединение трех культур Уже через два года после завершения Первой тибетской экспедиции В 1892 году Русское географическое общество Снаряжает вторую Необходимо продолжить исследование Восточной окраины Тибета Александра Викторовна Прихварывает У нее проблемы с сердцем Идти в подобном состоянии в Тибет Огромный риск Говорят врачи Потанин ничего не знает Жена скрывает от него правду Она понимает, что муж не сможет ее оставить А отмена экспедиции для него большой удар Александра сознательно идет на огромный риск Этот путь выбрал и Потанина И этот путь выбрал Потанину И они вместе шли этот путь Просто силы у нее оказалось Ну не столько, сколько у Григория Николаевича А по-другому она жить не могла В разгар весны в тибетском городке Торсанду Александре становится плохо Экспедиция идет дальше А супруги живут в плохоньком деревянном доме Где дует изо всех щелей Когда жене становится лучше Потанин исследует местные деревни А Александра рисует Но улучшение временное Ослабевшую женщину разбивает паралич Дорог здесь нет И по реке Потанина везет жену в кяхту Надеется на лучшее Винит себя во многом и прежде всего В том, что просмотрел болезнь жены ПЕСНЯ 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 Но на границе Тибета прямо в лодке Путешественница умирает Горя Потанина нет границ По китайским рекам Григорий Николаевич Везет свою подругу До самой Кяхтли Ее последнее путешествие Длится четыре долгих месяца День похорон в Кяхте Объявляют травмом А на средства жителей Сооружают скромный памятник В 1977 году Его заменят на более монументальный На пьедестале надпись Первая русская путешественница Исследователь Центральной Азии Александра Викторовна Потанина Он тяжело переживал ее потерю И вот письма, которые Они сохранились Они издавались в Томске Они о многом говорят О их отношениях Это прежде всего Письма единомышленников Которые живут душа в душу Это духовное Такое творческое единение Было у них После смерти супруги Потанин едет в Смоленск И в Омск А затем в Кокчетавский уезд На могилу старого друга Чоханова Лиханова А летом 1899-го Отправляется в родную Сибирь И изучает горы Большого Хингана Несмотря на свои преклонные года Каждый год До 1913-го года Он ездил в экспедиции на Алтай В Казахстан В Каракалинский уезд Он ездил в 13-м году Как раз последняя его экспедиция Потанин основа манит Сибирь И в июле 1900-го Он едет в Иркутск Где его вновь назначают Главой Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества А через два года Ученый отправляется в Томск Где остается уже навсегда Томск того времени Промышленный, научный, студенческий И культурный центр всей Сибири Григорий Николаевич руководит Советом Общественного попечения О начальном образовании Становится хранителем Томского музея прикладных знаний Создает Томское общество изучения Сибири Студенческий кружок Литературно-артистический кружок А его главная мечта Сибирский университет Григорий Потанин и его ближайший соратник Николай Ядринцев сделали очень много Для того, чтобы в Сибири появился университет Они писали, что университет может стать Местом просвещения этого далекого края Местом изучения необъятных сибирских богатств Местом связи со странами Востока И дело пошло В 1888 году был подписан указ Александром II о создании университета Деньги на благое дело жертвовали многие У нас в музее книги висят четыре портрета Четырех наиболее значимых благотворителей Томского университета Это Александр Михайлович Сибиряков, который жертвовал большие суммы И подарил библиотеку Василия Андреевича Жуковского Это граф Григорий Строганов, который завещал библиотеку своего отца Вот эти книги в великолепных переплетах Начиная с XVI века, заканчивая XIX веком Это как раз книги из библиотеки графов Строгановых Это Захарий Михайлович Цибульский Томский миллионер и Томский голова Который также активно вносил средства для университета И, конечно же, самый первый меценат Павел Демидов Который еще в начале XIX века Сделал крупное пожертвование для Сибирского университета Сибирский дедушка Так ласково называют Григория Николаевича в Томске Когда вот у него уже начались юбилеи 70 лет, 75 Поначалу праздновал весь Томск Это было настолько значимое событие Что от крестьянина до городового и до главы города праздновали 80 лет праздновала вся Сибирь И не было ни одного человека, который его не любил Он оставался прекрасным, добрым, открытым, сострадательным, любящим до конца своей жизни Потанин помогает всем Даже совсем незнакомым людям, которые ему пишут Сибирский дедушка хлопочет об устройстве на работу, на учебу Поддерживает деньгами, при том, что часто очень нуждается сам Многие книги увидели свет при его непосредственном участии Но несмотря на огромную популярность, материальное положение ученого плачевно В письме к товарищу он пишет Живу на пенсию, зарабатывать к ней прибавку не могу и не умею Он о себе никогда не думал и вообще не заботился И собственное благосостояние, собственное удобство у него было на последнем месте Прожить на 25 рублей в месяц сложно И друзья склоняют ученого написать воспоминания о путешествиях Чтобы он мог иметь хоть какой-то заработок Потанин работает в местной газете Он активно стал сотрудничать с газетой «Сибирская жизнь» Вот здесь вот у меня газета за 1912 год Здесь у него напечатано одно из его произведений Он одинок уже много лет Но вот однажды летом в газетах появляется удивительная новость Григорий Николаевич Потанин брака Сочетался с поэтессой Марией Георгиевной Васильевой Ей 50, а ему уже 76 Десять лет переписки и он настойчиво предлагает ей стать его женой Дед выжил из ума, считают многие Но он снова влюблен Человек любит сердце А сердце и душа, они всегда молоды Так же, как в первую минуту рождения Поэтому человек в возрасте Это и 60, и 70, и 80 он любит так же, как в 17, как в 20, как в 25 Поэтому Потанин полюбил по-настоящему И он улюбил до самого последнего мгновения Барнаульская поэтесса Васильева Рассчитывает, что популярность известного ученого поможет и ей Но средняя поэтесса неинтересна широкой публике Недолюбливают ее и в окружении Потанина В 1917 году Мария бросает заболевшего ученого И возвращается в Барнаул Подлинная причина расставания Григория Николаевича С его второй женой нам неизвестна Мы можем только догадываться о том Что же случилось между ними Революцию ученый принять не смог Его сердце болит за Россию Он знает, что красные и белые Попросту растерзают страну Ему чужды их методы И он предчувствует братоубийственную кровь гражданской войны Потанин мечтает повести свою родину другим путем И делегаты всей Сибири избирают его председателем Сибирского областного совета Но в Томск прибывает Академия генштаба русской армии Там же находится и адмирал Колчак Непримиримый враг советской власти Он также, как и Потанин Член императорского русского географического общества Известный путешественник В научном обществе его зовут Колчак Полярный А один из островов в Карском море носит его имя Но времена сейчас иные Колчак устанавливает военную диктатуру Сибирское правительство, возглавляемое Потанином, разогнано Ученый с болью следит за событиями, ведущими к гибели его мечты Когда в августе 1919 года Красная армия подошла к Томску В сибирской жизни появилось обращение К оружию граждане Банды большевистские у ворот Я дряхлый старик, но я с радостью пойду туда, куда признают возможным взять Григорий Потанин Но даже после этого ученый на свободе Велик авторитет 30 июня 1920 года он мирно уходит из жизни И на его похоронах присутствует весь Томск Большевики посвятили великому сыну Сибири странный некролог Вчера утром умер Потанин Он был в стане наших врагов Но мы говорим о нем не как об общественном деятеле А как об ученом, исследователе и путешественнике И мы отбрасываем тот вред, который он принес рабочему классу Незадолго до кончины ученый сказал Моя жизнь окончена, а жаль Хочется жить Хочется знать, что дальше будет С милой Россией Мечта Потанина сделать Томск Центром просвещения Сибири И сегодня она сбылась Здесь работает не только Томский университет Но и пять других университетов Которые входят в сотню лучших учебных заведений России Сейчас имена Григория и Александры Потаниных Носят улицы многих сибирских городов А на высотах монгольского Алтая Стоят, будто обнявшись, два ледника Потанин и Александрия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok